всем привет наш влог сегодняшний начинается процедурам кабинете приехали сюда потому что амеля помогала мне чистить картошку и вот порезала с не хочет показывать его мили новая стрижка покажи свою новую стрижку до голову мы не смогли помыть потому что этот пальчик нельзя мочить эти конце еще мы покрасим потому что в школу уже нельзя среднюю школу с цветными волосами а почему мы пришли процедурный кабинет потому что порез такой довольно таки серьезный ноготь задела мили вот вчера ездили большие больницы почему-то нас там не приняли а зато возле дома вот такой процедурный кабинетик небольшой там еще есть помещение где лежат люди капельницу делают вот а здесь видимо так обрабатывают быстренько уколы здесь делать в помещении фамилии тоже сделали антибиотик кто будут снимать вот как у нас сейчас снежно и холодно минус 4 такая погода свежо конечно но уже хочется чтобы настала весна покажи свой палец как тебе перевязали мы дома так не перевязали бы я вчера была на приеме у врача и врач сказал что на следующей неделе возможно уже будем рожать на этой неделе у меня получается 39 недель вот он посмотрел узи и сказал готовится уже я сейчас хочу заправить матрас постирала чехол уже все вещи перестирала заказывала стирала вот хочу приготовиться приготовить сумку в роддом хотя в корее небольшой список того что нужно принести моей клинике моем роддоме вы дадут все самые необходимые для ребенка мне даже пижаму не надо будет брать вот единственное нужно взять туалетные принадлежности свои белье одежду на выписку для ребенка тапочки по минимуму в общем а все остальное предоставить роддом это очень удобно потому что не надо будет нести огромную сумку натягивать чехол на я еще забыла про вот этот мягкий бортик тоже все постирала теперь нужно будет на кроватку его прикрепить вот что у меня получилось как раз правильно все рассчитала хватило на всю кроватку бортики вот единственное здесь не за что их крепить пришлось бы так скотчем приклеить все кроватка жди своего клиента это у меня такая пеленка надо было наверное две взять одну в кроватку а другой как-то так пользоваться ладно пока пока пусть одна будет теперь что теперь я должна сделать собрать сумку в роддом с моими вещами приготовлю ее заранее пусть лежит тоже ждет своего часа мы в корее сами дома печем хлеб сейчас хочу замесить тесто на лепешки до этого я пекла серый хлеб добавлением ржаной муки а сейчас буду печь лепешки здесь у меня дрожжи с сахаром теплая вода тесто не оставить чтобы тесто поднялось все равно такого хлеба в корее не купишь поэтому сами печем всем привет мы в школу едем до на автобус бежим лифта лук приехали пойдем осторожно подойди приедешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какое объявление Как правильно нужно маску носить В общем, врач с юмором Все, мы идем после перевязки Еще завтра надо прийти И все, да? Завтра уже снимут? Наверное, снимут Вот так порезалось, что даже приходится ходить В процедурный кабинет Мы дома обрабатывали Когда порезались Нос постоянно Кровило Когда трогали ранку Поэтому Пошли К врачу А сейчас мы идем Встретить Макара нужно со школой Потом пойдем печь коржики Молочные Тесто у нас в холодильнике уже стоит, ждет А еще вечером я буду варить плов Будем папу с днем рождения поздравлять Что-то мы тепло оделись А на улице уже 10 градусов тепла Только вчера же снег был Да Вчера было холодно Вчера был еще снег? Быстро растаял А мне пишут Знакомые, которые живут на Севере Кореи Там в Сеул Пишут Как у вас на юге столько снега? А я не знаю Почему у нас Много снега Только мы куда-то приявляем И сразу начинаем холодно Да Мы с собой привозим снег В этом году Прям много было действительно Мы уже дома Я уже начала готовить плов И хотела вам показать Из чего я готовлю плов Сейчас, минутку У нас в семье плов очень любят Вот Но Раньше здесь В нашем районе Не было Всего необходимого Для приготовления вкусного плова Хочу показать вам Рис Видите? Вот такой длинный Сорт лазер называется У нас уже продают В наших магазинах Затем Ну, какой же плов без зиры Это банка от оливок Я сюда переложила Ну, зиру здесь, кстати, продавали В магазинах И также вот Стали привозить масло Кто знает Знает, кто любитель плова Изигирд масло называется Оно очень ароматное И придает такой цвет Желтый, насыщенный плову Вот Теперь можно его купить И в Корее Мы покупаем В узбекском магазине Вот Так что я сейчас готовлю плов Надеюсь, вкусно получится Спасибо за просмотр!